Зерно в этом году уродилось и теперь фермеры рассчитывают и на хорошее урожай подсолнечника. В Новоанненском районе прошел день поля, где местные аграрии рассказывали губернатору Сергею Баженову о своих успехах и дальнейших планах. Слово Марии Иванченко. Новоанненский район традиционно является одним из лидеров уборочной компании в нашем регионе. В нынешнем году его фермеры намолотили 190 тысяч тонн зерна. Впереди уборка подсолнечника и там аграрий также рассчитывает на хороший урожай. Где-то на уровне 25 центнеров с гектара. В этом году осадка у нас попала, и технология вылезла очень хорошо. Сколько вы ожидаете урожай в этом году? Я думаю, не меньше 25. А в прошлом сколько было? В прошлом у нас где-то около 14. Благоприятные погодные условия этого лета во многом и определили высокую урожайность. Плюс еще и не менее благоприятные условия работы для фермерских хозяйств. Помощь им со стороны правительства региона стала более заметной. Да и в целом финансирование сельского хозяйства области увеличилось на 40%. Сегодня АПК в Волгоградской области развивается. Сегодня это наш надежный партнер. Правительство Волгоградской области достаточно серьезно уделяет внимание. И мы сегодня видим результаты. Хороший урожай. Слава Богу, погодные условия благоприятствуют. Техника самая современная. Дружба с наукой. И вот уже урожаи в 2-2,5 раза превышают советский период. Кстати, о современной технике. Ее образцы были также представлены на празднике Дня поля. Тракторы, сейлки, комбайны. Все эти машины, да еще и под чутким руководством ученых, отмечают специалисты. И позволяют успешно заниматься растеневодством в условиях нашего засушливого климата. Уже работаем с нашим Волгоградским аграрным университетом. Мы организовали там класс, соответственно. Выставочную площадку тоже предоставлены бесплатной основе свои выставочные образцы. Мы пытаемся от людей науки нашей получить, соответственно, рекомендации, какие-то вопросы опробации, чтобы они решили по применению новых современных технологий, которые заходят на рынок Волгоградской области, с западных стран, соответственно, Соединенных Штатов Америки, чтобы они опробировали для нашего региона, дали некоторые рекомендации, в которых нуждается, безусловно, сельхозтоваропроизводитель. А вот сбыту сельхозпродукции может поспособствовать появлению нового маслоперерабатывающего завода в Новоанинском районе. О желании его построить заявили зарубежные инвесторы. В год на предприятии планируется перерабатывать более 600 тысяч тонн подсолнечника. И, по словам региональных властей, для фермеров это даст возможность получать деньги за выращенную продукцию, не выезжая за пределы региона. Во-первых, по мировым ценам здесь же сельхозтоваропроизводитель получает наличные деньги, которые запускают в оборот, и не нужно обращаться в банк, не нужно платить проценты, тут же превращает в оборот и идет на новый сезон. То есть это такой мегарегулятор будет, который уйдут перекупщики, и сельхозтоваропроизводитель будет напрямую работать с переработчиком. Кстати, открытие нового завода будет иметь и важное социальное значение. Оно даст новые рабочие места для местных жителей, дополнительные налоговые поступления в бюджеты и послужит толчком для развития инфраструктуры самого Новоанинска. Мария Иванченко, Станислав Лопатин, Василий Кострыгин, телекомпания «Ахтуба» из Новоанинского района.